указанную на экране, и сами можете, конечно, твитнуть. Теперь передаю слово Энди. Спасибо большое. Добро пожаловать на седьмую сессию «Политические уроки инклюзивного образования». У нас четыре замечательные презентации сегодня. Презентации, которые касаются мер по снижению неравенства в образовании. Это сравнительное исследование стран Балканского региона. Также есть презентация «Все значит все. Инклюзивность в образовании». Также есть презентация, посвященная развитию инклюзивного образования в Украине. И четвертая презентация будет на русском языке. Я даже не буду пытаться переводить название этой презентации, но сегодня у нас будет очень продуктивная сессия. Каждая презентация будет длиться 15 минут, и в течение пяти минут после каждой презентации будет возможность задать вопрос. Но по ходу презентации пишите, пожалуйста, вопросы в чате. И последняя презентация оказывается... Последняя презентация отменяется. У нас теперь три презентации. Иван Йендерич, Лана Юрко и Сергей Лондар сегодня будут предоставлять свои доклады. И напоминаю, пишите, пожалуйста, все вопросы в чате. И если останется время после пятиминутного сеанса для вопросов и ответов после каждой презентации, тогда уделим вопросам больше времени. Итак, я хотел бы передать слово Иване Йене Рич, который проведет первую презентацию. Спасибо всем коллегам и слушателям, которые заинтересовались этим проектом. Я расскажу сегодня вкратце, поскольку времени у нас немного, но все это можно найти в интернете, и на последнем слайде будут ссылки на все материалы. Итак, первое, что я хочу сказать. Это исследование было проведено в рамках проекта ARIS, предназначенного для укрепления возможностей НПО выявления потребностей и предложения решений, основанных на данных, для решения ключевых общественных проблем. И эти организации выступают за определенные реформы, за проведение дополнительных исследований, используют эти данные в своей деятельности. Прежде чем я начну саму презентацию, я хочу сказать, что помимо авторов, указанных в этом докладе, следует также поблагодарить национальных исследователей каждой страны, которые отвечали на очень пространные опросники, провели с нами фокус-группы, встречи, и они тоже внесли огромный вклад в этот доклад, и он был бы без них невозможным. Теперь о структуре отчета. Мы хотели узнать, как вообще определяются результаты. В ходе наших многолетних исследований мы поняли, что определения многое значат и определяют вообще подходы. Поэтому мы хотели понять, как в национальном законодательстве определяются определенные понятия. И они фигурируют только в узких законах, касающихся образованию, или в национальном законодательстве в целом. Мы также хотели рассмотреть нищету как барьер для получения полноценного образования. Но выявили такие основные барьеры, а именно низкий социально-экономический статус. Потом мы выявили передовую практику, эффективную практику. Теперь, что касается национального законодательства, неудивительно, что все страны в этом исследовании подписали различные международные соглашения, и все включили, например, необходимость предоставления доступа к образованию во всех соглашениях и так далее. Но как мы к этому подошли? В каждой стране свой подход. Очень сложно определить понятие равенства. Обычно определяют дискриминацию, и большинство законов запрещают дискриминацию. И когда подходим таким образом, получается так, что перечисляешь все критерии, на основании которых нельзя дискриминировать, получается очень длинный список. Но в этот список всегда не попадает что-нибудь, что важно для одной общины, но не признает другая община. Поэтому есть определенные отношения между дискриминацией и равенством, но это не тождественные понятия. Критерии уязвимых групп или марганализованных групп различны в разных странах. Но, конечно, в одних странах больше признается... Нисчета определяется по одним критериям, в другой стране по-другому определяется. И это влияет, конечно, на принимаемые решения. Если список уязвимых групп недостаточно полный, то некоторые группы населения исключаются и не получают необходимой поддержки. Что еще возникает? Даже когда есть замечательные законы и нормативно-правовая база, когда есть прекрасные инструменты и средства поддержки, но на практике они не реализовываются, получается, что мы видим по исследованиям по доступу и по качеству образования, что все равно некоторые уязвимые группы все-таки не получают доступа к качественному образованию. Во всех странах дети из очень бедных семей или из семей мигрантов получают меньше образования, чем в среднем по населению. Как я сказал, главным фокусом для нас была нищета, бедность. И мы изучили влияние бедности социально-экономического статуса на успеваемость и участие детей в образовании. Это понятно, но в таких странах, как Сербия и Северная Македония, довольно высокая доля уязвимых детей в определенных школах. И таким образом возникают кластеры с большим количеством детей, уязвимых детей. И таким образом дети получают меньше доступа, получается централизация потребностей в поддержке. И национальные органы распределяют средства равномерно и должны учитывать концентрацию таких детей. И национальные исследователи, которые собирали данные, сказали нам, что основная проблема, прежде всего, это дефицит, это плохие механизмы, недостаточные механизмы контроля и исполнения закона. И не хватает ресурсов, чтобы контролировать выполнение. Но также не хватает времени, чтобы создать, чтобы обучить такие кадры. И поэтому реформы проводятся чаще всего слишком быстро либо слишком медленно и не достигают всех участников процесса. И поэтому они охватывают обычно только 20-30% учителей в крупных городах или тех учителей, которые имеют доступ к курсам профессионального развития. Еще одна проблема заключается в том, что политические меры зачастую фрагментированы и рассматривают только обязательное образование. И детям не оказывают поддержку, например, за пределами обязательного образования. И не хватает поддержки. Мы постарались выявить препятствия, с которыми сталкиваются ученики в каждой стране. И разделили их на препятствия доступа, препятствия успеваемости и препятствия дальнейшей учебе. Конституция и, конечно, законодательство в целом обеспечивают доступ всем детям. Чаще всего это обязательное школьное образование, обязательное и бесплатное. Но даже если образование бесплатное, очень часто есть скрытые расходы, которые представляют собой препятствие для доступа. потому что если нет одежды или обуви, чтобы ходить в школу, если нет средств транспорта, то школа снова оказывается недоступной. Она все равно, что не бесплатная. Что касается успеваемости, как я сказала, индикаторы недостаточно калиброванные. Например, дети из какой-то школы не получают необходимой поддержки, потому что школа не может предоставить им учебников, еды и так далее во время учебного дня. Иногда это гарантируется муниципалитетом, иногда на национальном уровне, но эта проблема есть во всех странах. Если сферы ответственности распределены между разными акторами, очень часто они не доходят до каждого ребенка. И это, конечно, приводит к тому, что дети недоучиваются и выбывают из школы. Также меры по переходу к следующему уровню образования. Например, в случае такого-то бала имеются ли возможности, имеются ли репетиторы, которые могут помочь подготовиться к экзаменам для того, чтобы перейти на следующий уровень образовательной системы. Это все то, что невозможно включить в один закон, но которые составляют стратегический подход. И как мы вообще определяем равенство? это означает разрешение, то есть мы просто разрешаем всем иметь доступ, либо мы устраняем барьеры. Это три основные части. Но также образовательная система может иметь внутренние недостатки, которые создают препятствия. Например, неравенство финансирования образования. в большинстве стран большая часть образовательного бюджета, которого никогда не хватает, но та небольшая сумма денег, которая назначается, используется для зарплат учителей и очень мало остается для покрытия других нужд. В основном бюджет обеспечивает это единственный способ профинансировать какие-то реформы. Поэтому еще одна проблема это координация образовательной сети. Очень часто школьная сеть не меняется независимо от изменений в демографии, население меняется, а школьная сеть остается прежней. Поэтому во многих регионах не остается средних школ и в некоторых муниципалитетах нет детских садов, например. И необходимо, чтобы школьная сеть менялась в соответствии с демографией. координация политики между секторами, конечно, это слабое звено во всех странах. Не хватает коопераций между социальными образовательными и здравоохранительными услугами. например, в бедных семьях ходят в центры социального обеспечения и там знают об этой семье, но не обмениваются информацией с другими органами, которые могли бы помочь обеспечить потребности конкретных семей. Но не хватает координации между ведомствами и не хватает объединенной базы данных. Дефицит своевременной и доступной информации это влияет на поддерживающие меры и механизмы. Если различную поддержку нужно оказывать разным семьям, нужно поддерживать их с помощью разных способов семье. Нужен человек, который будет помогать им проходить достаточно нужные процедуры. И поэтому очень многие семьи так и не получают нужной поддержки. Я здесь подчеркиваю также, что непрямое, часто имеет место непрямая дискриминация. Как я сказал, многие формы дискриминации определены, но есть непрямые формы дискриминации. Идешь в школу и там видишь, например, пережитки каких-то стереотипов или старой дискриминации, которая является нормой, но на самом деле это дискриминация. А теперь политические меры и методы укрепления равенства. Это обратная сторона тех проблем, о которых я говорила. Например, целевая и постоянная поддержка, непрерывная поддержка детей, уязвимых детей, гибкий учебный контент, инклюзивная учебная программа, дополнительные занятия. И, конечно, есть очень много частных репетиторов, и не все имеют к ним доступа. Также профессиональное развитие учителей, учителям нужно развиваться тоже, потому что очень сложно прокомпенсировать пробелы в образовании, но с помощью курсов повышения квалификации учителя могут не отставать. Создание инклюзивной школьной среды. Это важно не только для самих учеников, но и для общины в целом. Можно включить различных стейкхолдеров, которые обычно не участвуют в школьной жизни. Например, НПО различные. И, конечно, само собой материальная финансовая поддержка, потому что без удовлетворения базовых потребностей нельзя ожидать, что ученики и семьи будут заинтересованы в образовании. Я хотел подчеркнуть, что образование для детей с особыми потребностями обнаруживает такую тенденцию, такие дети все больше посещают обычные школы, но в некоторых странах создаются также специальные школы или ресурсные центры, которые помогают обычным школам и также предоставляют специальные учебные материалы на создает специальные учебные материалы для детей с особыми потребностями. Здесь несколько слайдов о том, как эти вопросы решались по-разному в разных странах. И, конечно, более подробно вы найдете, более подробно написано в нашем отчете, и я хочу оставить остальное время на вопросы. вопросы. Спасибо огромное, Ивана, за прекрасную презентацию о равенстве в образовании и о тех препятствиях, с которыми сталкиваются дети из разных стран. Чат у нас открыт. Прошу вас вопросы писать, чтобы Ивана могла ответить на вопросы. И, в общем, даю вам немножко времени, чтобы вы написали вопросы в чате. Спасибо. Хорошо, вопросов нет. Может быть, кто-то хотел бы прокомментировать презентацию или прояснить какой-то момент, или, может быть, чтобы Ивана более подробно рассказала о каком-то моменте из презентации. Спасибо. Продолжение следует... Хорошо. Спасибо большое. Мы, наверное, перейдем к следующей презентации, и потом после всех трех презентаций мы проведем такую общую дискуссию. Ну, хорошо, перейдем ко второй презентации. Докладчик Лана Юрко из сети центров образовательной политики. Презентация называется «Все значит все». Инклюзивность и образование. Добрый день. Я очень рад быть здесь. И для нас, для нашей сети очень важно. Это очень важная конференция, и мы здесь получаем очень важную информацию для политиков и для тех, кто работает в сфере образования. Этот отчет подтвердил, что в семи странах, где проводилось исследование, что действительно то, что мы только что услышали, касается и тех стран, которые мы изучали. Моя презентация касается отчета в 2020 году. Это годовой отчет ЮНЕСКО. Мы очень рады тому, что по итогам этого отчета ЮНЕСКО решило провести оригинальное исследование. И отчет составили три организации, Европейское агентство по особым потребностям инклюзивности и наша собственная сеть. Я сейчас перейду к презентации и расскажу о тех результатах и рекомендациях исследования. Говоря о регионе, это на самом деле огромная географическая территория, которая охватывает все эти страны. Всего 30 из 31 страны, которые относятся к данному региону. не удалось получить информацию только из Туркменистана. Остальные страны охвачены, даются национальные профили по каждой стране, и там вы найдете информацию о каждой стране. Отчет начинается с лозунга «Все значит все», где мы рассматриваем многообразие как сильную сторону, которая укрепляет общество и приводит нас к социальной инклюзивности. Они рассматриваем многообразие как проблему. Конечно, на пути встречаются различные препятствия, и когда мы говорим «все», значит «все», очень важно понимать, что любой ребенок в любой школе может в какой-то момент оказаться уязвимым и может требовать дополнительного внимания. И мне очень нравится последний ребенок здесь. Он говорит «привет». Он только что пришел в школу, и когда речь идет о многообразии, мы говорим не только о социально-экономических факторах, об этнических или языковых факторах. Это много-много разных факторов. Например, кто-то пришел последним, поступил в последнюю школу. Любой из нас может в какой-то момент оказаться чужим. Надо понимать, что «все» значит «все». Итак, из положительных моментов в регионе, конечно, намечается прогресс и все меньше недоучившихся детей и количество упало наполовину за последние 20 лет. Количество детей с ограниченными возможностями, которые посещают специальные школы, упало с 70 и чем-то процентов до 50. Прошу прощения, я немножко не привыкла пока еще проводить онлайн-презентации. Так. Итак, прогресс, конечно, наблюдается и в этом регионе на самом деле даже до того был довольно хороший доступ. Доступ в этом регионе всегда был высоким. и такой выразительный прогресс, конечно, повод для радости. Количество детей в специальных школах упало на 30%, но образовательные возможности распределены неравномерно. например, в Монголии 94% из богатейших детей семей завершают среднюю школу, но только 37% детей из бедных семей. И чуть западнее у нас есть похожие проблемы. Также есть проблемы в регионе с молодежью общины Рома, Ашкали и египтяне. 60% из них не посещают среднюю школу, и Черногория, например, всего 3% из таких групп завершают школу. В Центральной и Европейской школе один из трех учеников с особыми потребностями все еще учится в специальных школах. В Турции наблюдается огромный наплыв сирийских переселенцев 600 тысяч, но 37% из них не ходят в школу. Поэтому, несмотря на положительные тенденции и все предпринятые меры, мы даже и близко не подошли к настоящему равенству и инклюзивности. Некоторые рекомендации, которые вытекают из исследования, я озвучу сразу, потому что данных много. Я хочу сказать о конкретике. В этом регионе есть проблемы со сбором данных и с использованием этих данных. Как мы собираем? Это еще третья проблема. В этих системах много данных. На уровне школы, на уровне министерства собираются данные по многим-многим аспектам школьной жизни. Проблема в том, что эти данные используются только для получения ресурсов, финансовых ресурсов. И нет пока понимания того, что эти данные нужно использовать для понимания того, как проходит обучение в школах и как выглядит жизнь этих учеников. И очень часто, исходя из этих данных, начинается процесс стигматизации и обозначения проблемных учеников, потому что все знают очень часто о том, какие есть проблемы в школе. Поэтому очень важно собирать данные на уровне системы. Но на уровне школы нужно мониторить именно опыт учеников. Это основное предложение для всего региона. Третье, что нужно сделать, это расширить понимание инклюзивного образования, которое должно включать конечно всех учащихся. В двух из трех странах инклюзивность распространяется на различные уязвимые группы, но во многих странах определение особых потребностей связано именно с детьми с ограниченными возможностями. Поэтому нужно расширить понимание инклюзивного образования. Как я сказала, нужно уделять внимание ученикам. Инклюзивность это опыт, а не результат. Это про то, как чувствуют себя ученики в школе. Но 20% школьников чувствуют себя чужаками в собственной школе. 20% детей чувствуют, что школа не их место. И, конечно, это также про право на физическое и психологическое здоровье, про связь с другими. И это даже важнее, чем успеваемость, которую системы, конечно, отслеживают. школа это особое, это ключевое, ключевая среда для развития детей, особенно для уязвимых групп. Это может быть их единственным местом безопасности. Это должно быть безопасное место для всех детей. И очень важно, чтобы дети чувствовали, что это их место. Особенно это важно для уязвимых детей. Еще один проблемный момент в регионе это обмен информацией. Мы уже слышали сегодня о том, что часто есть хорошие меры, но они недостаточно эффективно применяются. Отсутствуют, например, механизмы контроля или отсутствует время для обучения кадров. Но также есть проблема отсутствия сотрудничества. между участниками этой системы. Например, политика очень оторвана от реалий, от школьных реалий. И международные организации очень часто рассматривают именно политические, законодательные моменты. И забываем про практику. И на уровне политики, конечно, это касается также Евросоюза. мы знаем, что школы, дети, школьники не чувствуют себя так хорошо, как показывают исследования. Что касается инклюзивного образования, в 21 из 30 стран уже есть стратеги по инклюзивности. Как я сказала, сотрудничество между государственными ведомствами имеет огромное значение. Например, в Литве межведомственная работа происходит на горизонтальном уровне, и это, конечно, очень важно, но также нужно сотрудничество с неправительственным сектором, с общественными организациями. также известно, что нужна поддержка учеников в школе, и это показывают статистические данные. Нужны терапевты, помощники и так далее. Но очень часто при таком подходе мы оказываем целевую поддержку, которая не всегда обеспечивает инклюзивность. конечно, специальные школы могут стать ресурсом. Мы недавно знали, что Македония, а также Польша двигаются в этом направлении. Теперь участие. Участие является значительной проблемой. Участие в формировании политики в силу культурных причин проводятся консультации, но родители и другие не рассматриваются как полноценные партнеры для формирования политики. Конечно, есть положительные примеры. И что касается управления школами, не только родители, но и сами ученики с помощью различных механизмов. Например, есть родительские советы, учеников формируются, но даже это зачастую только на бумаге. То есть есть некий орган, но мы не знаем, в чем заключаются их права и возможности. Достаточно проводить одну встречу в год и все. Иногда участие родителей и детей сводится только к этому. И это нужно, конечно, развивать. Когда говорим про учебные материалы, как мы видели в предыдущей презентации, это приоритет. И, конечно, есть конкретные проблемы, есть проблемы с конкретными группами. Это гендерный аспект LGBTI и РОМА. В Турции, например, вообще гендерные темы извлекли, то есть убрали вообще из учебной программы. В некоторых странах вообще нельзя упоминать LGBTI в школах, например, по закону Российской Федерации. В девяти странах из тридцати вообще не упоминается народ Рома в учебной программе, что довольно шокирующий факт, поскольку очень много народа Рома, представителей народа Рома в этих странах. Но в Румынии сейчас вводятся адаптированные материалы, стали писать, включили в учебную программу в Румынии информацию о народе Рома. Также очень важно усовершенствовать методы оценки успеваемости. Также наблюдаются различные типы учебных материалов для различных этнических групп. И, конечно, цель заключается в том, чтобы представители этнических меньшинств могли получать образование на своем языке. Но, к сожалению, когда происходит разделение детей на разные школы с разными языками, это сегрегация, а не инклюзивность. Но есть пример в Словении, где представители этнического большинства и меньшинства учатся вместе, и у них межкультурная учебная программа. Есть положительные примеры мобильных школ в Монголии, в Узбекистане и Российской Федерации, в Казахстане среди кочевников, скотоводов. и это прекрасный способ включить тех, кто передвигается все время. Мы знаем, что учителя это самое важное звено в цепи образования. И они должны быть готовы обучать всех учеников. и очень часто их не обучают этому. И нам нужно сделать инклюзивность парадигмой. На данный момент она еще не стала парадигмой. Поэтому курсы повышения квалификации могут, конечно, заполнить пробелы. И есть положительные примеры. Например, в Венгрии есть школы и университеты, есть педагогические факультеты, которые тесно работают со школами, которые применяют меры инклюзивности. И педагоги, стажеры уже получают практику в этих школах. И, конечно, инклюзивность должна стать частью лицензирования и сертификации. Конечно, в этом регионе в основном педагоги женщины и являются представителями этнического большинства. поэтому было бы хорошо увидеть больше разнообразия среди самих учителей. Во многих странах, оказывается, есть меры поддержки педагогов, но не во всех школах. И роли поддерживающего персонала не четкие, не определены четко. я знаю, что времени осталось немного, я постараюсь закруглиться. Но проблема в том, что поддерживающий персонал очень часто получает административные функции, а не поддерживающие функции. Теперь о последствиях ковида. Ковид, конечно, усложняет ситуацию. Пандемия это некое зеркало общества и образовательной системы. До пандемии ситуация не была не очень хорошей, и пандемия это только усугубило. Спасибо за прекрасную презентацию. Я сейчас не вижу пока вопросов в чате, и мне кажется, наверное, имеет смысл провести сейчас третью презентацию, а потом проведем общую дискуссию в конце. Я хотел бы пригласить Сергея Лондора. Если вы готовы, мы вас слушаем. Прекрасно. Сергей, передаю вам слово. Дорогие коллеги, позвольте мне начать с того, чтобы поблагодарить организаторов этой конференции за то, что они нас собрали вместе. Я также благодарю вас за возможность представить вам доклад, посвященный развитию инклюзивного образования в Украине. Инклюзивное образование в Украине начало интенсивно развиваться недавно. Сегодня несколько лет назад, когда появилась институциональная база, она сейчас развивается и включает в себя международную законодательную базу, а также включает в себя национальные особенности. что-то здесь зависло. Не знаю, почему. Да, я отвечаю за слайды, поэтому когда скажете, я переведу слайд на переведу результат на следующий слайд. Да, переведите, пожалуйста, слайды от организаторов, что-то не работает у меня. Национальные законодательные спекты инклюзивного образования в Украине. Ввиду отсутствия времени, я не буду долго останавливаться на законодательных тонкостях, но я хочу отметить, что Украина это страна, которая развивает национальную стратегию развития инклюзивного образования на ближайшие 10 лет. Следующий слайд. Четвертый слайд показывает рост инклюзивного образования в школах Украины. Школы получили значительный толчок в своем развитии с 2016 года. За последние пять лет количество учеников, которые участвуют в инклюзивном образовании, выросло почти в шесть раз. Количество инклюзивных классов выросло почти в семь раз, количество, а также количество ассистентов преподавателей выросло в девять раз. На этом слайде вы видите спектр ограниченных возможностей и количество украинских детей с данными ограничениями. задача по обеспечению инклюзивности весьма сложная для тех, кто для управленцев школ. Я хотел бы подчеркнуть интенсивное развитие, что интенсивное развитие инклюзивного образования происходило, происходит параллельно с реформами, которые начали в 2016 году. И согласно этим реформам пересмотрен подход к обучению детей мягким навыкам и техническим навыкам. Министерство образования и наук Украины разработало новый подход к инклюзивности, к включению таких учеников к учебному процессу, к школьной жизни. Раньше образование протекало в основном специализированных учебных заведениях, но с недавних пор государство создало новый бюджетный инструмент. Каждый год взятого бюджета часть средств выделяется школам для обеспечения для помощи детям с ограниченными возможностями. Здесь видим динамику государственных студенций для учеников с ограниченными возможностями. назначенные средства за период 2017-2020 года была создана сеть, в рамках которой дети получают инклюзивное образование, и также есть ассистенты учителей, которые помогают таким детям. И эта сеть показана на следующем слайде, на седьмом слайде. и на восьмом слайде. Вернитесь, пожалуйста, возвращайтесь к следующему слайду. Я не буду останавливаться на деталях ввиду все свое времени, но эта презентация будет доступна всем, и вы сможете изучить эти детали, эти подробности снижать на. Я хочу сейчас поговорить о необходимости обеспечения надежного функционирования инклюзивного образования и об управлении инклюзивным школем образования. Созданы специальные ресурсные центры во всех, в каждом регионе Украины. Следующий слайд. Основные функции следующее. Назад. Ретен. Ретен. Еще. Ретен. Еще. Да. На конец 2020 было шесть региональных и, в общем, было довольно много ресурсных центров, созданных с целью оказания поддержки детей с особыми потребностями и оказана также методологическая поддержка для обеспечения инклюзивного образования. Они также оценивались, они также проводили оценку компетентности и потребностей детей для адаптации учебной программы. Оказывается также методологическая поддержка детям с особыми потребностями и также помогают педагогам, которые работают с такими детьми. Оказываются также психологическую поддержку родителям и развивают ресурсы для детей с особыми потребностями. Методология и простите, плохой звук. систематическая работа центров инклюзивности они предоставляют услуги с помощью модулей и эти ресурсные центры, сеть, создана сеть ресурсных центров во всей стране. и наша организация была привлечена к работе, к созданию технического задания для создания этой сети. Я бы хотел добавить, что в ходе нашей работы мы также изучили опыт функционирования таких систем в других странах. приняли в расчет. Теперь эта сеть работает уже три года. Эта информационная система обеспечивает информационно-аналитический контроль центров инклюзивности, обеспечивает доступ пользователям к базе данных children. Система использует специальные технологии и определяет права и иерархии и предоставляет также стандартизированную иерархию для учебных соведений. Основная функция сети IOC включает создание информационной базы для управленческих решений в сфере инклюзивного образования, обеспечение полноценной защитой информации в соответствии с требованиями законодательства, в том числе персональных данных и защиты от неавторизированных доступа, а также разграничение доступа к информации, которая хранится и обрабатывается центром, обеспечение надежности и ценности данных, а также других потребностей в сфере инклюзивного образования, создание единой информационной инфраструктуры для получения обработки и создания информации в сфере образования, инклюзивного образования, в том числе статистические данные, обеспечение функционирования электронных списков специалистов, имущества посетителей и так далее, обеспечение электронных документов управлению для инклюзивной образованной системы. эта система также имеет механизмы защиты информации и выдает сертификат службы государственной службы защиты данных. защиты данных. С 2020 года следующий слайд. С 2020 года мобильное приложение для Apple и Android созданно в App Store и доступно для скачивания для всех желающих. и это было особенно нужно во время карантина и помогало обеспечить непрерывность образования для детей с особыми потребностями. На следующем слайде я хочу подвести итоги. В Украине ряд мер обеспечивает инклюзивное образование в контексте обеспечения доступа права каждого человека на качественное образование. Стратегия Украины для развития инклюзивного образования на ближайшие 10 лет сейчас находится в разработке. Эта стратегия предусматривает постепенное снижение сети специальных учебных заведений и параллельное развитие сети инклюзивных классов в обычных школах. Планируется модернизация школ, с помощью зданий эксклюзивных классов, создание методологической обеспечения, методологической поддержки с помощью международной практики и использование современных педагогических методов. Курсы получения квалификации, обучение ассистентов, преподавателей, которые будут работать с такими детьми, и осуществление этих задач происходит за счет финансовых ресурсов, государственного и местного бюджета. Также приветствуются доноры. И при развитии инклюзивного образования в Украине информационно-аналитическая поддержка будет осуществляться нашей организации. последний слайд. Мы приглашаем вас к сотрудничеству. Институт образовательной аналитики выпускает собственный журнал, который называется «Образовательная аналитика Украины». И мы рады будем публиковать ваши рукописи. И мы хотим поблагодарить организаторов этой информации информационно-аналитической поддержки. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Сергей, за прекрасную презентацию о развитии инклюзивного образования в Украине. спасибо. Теперь что мы будем делать? Я открою сейчас дискуссию, и вы можете задавать вопросы любым всем или конкретному докладчику. Вы также можете воспользоваться функцией «Поднять руки». Как вы хотите, пишите в чат, поднимайте руки, если у вас есть вопросы к докладчикам или, может быть, очень общий вопрос по поводу одной или всех трех презентаций. Так, есть вопрос из чата. Можно перевести? вопрос звучит так. Здравствуйте, дорогие коллеги, как можно зайти на портал IRC? У нас есть дети, которые... А, у нас есть дети, и мы хотели бы взять ваш опыт, то есть, как зайти на портал. Кто хотел бы ответить? по-моему, вопрос Сергею, нет? Да, если... I'd like to speak Russian in discussion. Я хотел бы говорить на русском во время обсуждения. Да, у нас есть портал IRC, есть, он как бы открыт для каждого. Он, как я сказал, имеет мобильные приложения, в частности, для тех, кто имеет Android или App Store на их гаджетах, тогда нет никаких проблем зайти. Я просто если надо, мы дадим ссылку. Пожалуйста, тогда пишите Институту образовательной аналитики на e-mail, и мы вам тогда поможем. Если вас самих это не удается. Спасибо, Сергей. Также есть вопрос к вам в чате. Вы могли бы ответить от Заремой. Вопрос спасибо. Можно ссылку? Да, мы дадим ссылку, и я сразу после нашего разговора там вам направлю. спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы к докладчикам? Это может быть не совсем вопрос, но комментарий по поводу инклюзивного образования. но, знаете, я устала от такого узкого понимания инклюзивности, которое присутствует уже 20 лет. Мы все продвигаем понятие инклюзивного образования уже много-много лет. Я устала слышать от просветителей слышать это узкое определение инклюзивности. Инклюзивность это гораздо более широкая концепция. Спасибо, Лана. Кто-нибудь хотел бы дополнить или прокомментировать? Прошу вас. Лана, в чате написали вопросы. Можно я зачитаю вслух? Первый вопрос касается ЛГБТ. Насколько велико это население в школьной жизни? В какой поддержке они нуждаются? В роли вспомогательного персонала, а также возможных взаимодействий и сотрудничества с учителями-предметниками? Можете ответить на вопрос? Да, что касается масштабов ЛГБТ в школьной жизни? Их столько же, сколько и население в целом. И по определенным данным, в которых я не уверен до конца, но это примерно 7-10% населения. Какой поддержки они нуждаются? Во-первых, они должны быть видными, должен быть контент, который касается речь не только об учениках, но об учениках, у которых есть члены семьи из этого, члены семьи ЛГБТ и, возможно, им нужна психосоциальная поддержка, поддержка в решении тех проблем, которые возникают, например, в подростковые годы. Есть положительные примеры школ, которые проводят такие программы, где эта тема открыто обсуждается, и мне кажется, это первый шаг, но, конечно, можно сделать гораздо больше. Теперь, что касается вспомогательного персонала, конечно, часто происходит так, что вспомогательный персонал рассматривают как отдельный участок школы, они как-то не интегрированы в школьную жизнь. И роли очень часто носят административный характер и, наверное, частных их рассматривают как некое продолжение школьного директора, их загружают административными заданиями, и они не имеют возможности учить и помогать. это основная проблема. Спасибо, это очень тщательный ответ на вопрос. Также есть вопрос Сергею, опять же, от того же человека. Являются ли эти центры частью школ или отдельными учреждениями? Когда вы говорили о центрах инклюзивности, они являются частью школ или это отдельные учреждения? Нет, это отдельные центры, которых сделаны в каждом регионе Украины. Их, как я говорил, несколько сотен, 627, было в конце 2020 года. они занимаются консультативной деятельностью, родители, они устанавливают нозологию для ребенка, которому нужна помощь, делают его график, определяют в школу. То есть, это отдельные центры, которые работают под управлением областного управления образованием. Есть в области такое управление образования, которое управляет всем образованием, но они есть отдельными организациями. Это не школы. Спасибо, Сергей. Не уверена, не ответили ли вы на этот вопрос, но процесс отчетности, перед кем отчитываются эти центры, кому они подчиняются? Куда отправляется информация? Информация об всех школьниках, которые в инклюзивных классах обучаются, она собирается информ информ системы АЭС и РЦ, это на центральном уровне, украинская такая, которая систематизировано сделала информ информ пространство, и там база данных о всех этих школьниках. Этой информацией пользуются все, то есть инклюзивные центры, которые направляют изучение потребностей этого ребенка и направляют его на обучение. Потом родители, потом учителя, то есть там целая куча информации, которая поддерживает область инклюзивного образования. окей, thank you so much for that. Окей, do we have any other... Спасибо, Сергей. Есть еще вопросы к нашим трем докладчикам? Вы можете также поднять руку и включить микрофон, если предпочитаете, или можете писать в чате. Спасибо. Спасибо. Может быть, я тогда задам вопрос. Я еще хотела повторить мой вопрос, который я задала изначально. Я хотела бы услышать мнение Сергея и также нашего первого презентатора. Какой вопрос по инклюзивному образованию вы устали слышать? Лана нам уже на него ответила, но я бы хотела тоже послушать вас. Какой вопрос вы уже устали слышать и не хотите, чтобы вам в будущем его задавали? Ну, вы знаете, есть вопросы финансирования, есть вопросы обучения методики и психологической поддержки и так дальше. Но относительно финансирования я сказал, что правительство Украины оно изобрело, внедрило новый финансовый инструмент, это субвенция для инклюзив, то есть из государственного бюджета деньги переводятся на локальный уровень, то есть уровень местных бюджетов и принцип, что деньги следуют за студентом, он как бы позволяет, что именно этому студенту эти деньги попадут и он будет с ними пользоваться. Во-вторых, вот такая комбинация, всех проблем пока что не решено, еще их очень много, но центральная информационная система, которая собрала всю информацию и она ее систематизирует, к ней к этой информации имеют доступ и министерство образования, и местные управленцы по образованию, то есть на уровне областей, и непосредственно учителя школ и так дальше. То есть там есть такой двухсторонний обмен информацией, и школы рассказывают, что им надо, какая поддержка и что собственно говоря, эта информация анализируется и каким-то образом ситуация как бы исправляется. Ну вот пока что вот так. Что еще там слышно в этих вопросах, ну в инклюзии много вопросов, потому что мы только 6 лет по сути дела занимаемся этим вопросом, то есть часть специализированных заведений, где там были собраны все такие дети, она уменьшается, а вот инклюзия, собственно говоря, то есть ребенок в нормальной школе, но с такими вот его болезнями он учится, то есть как бы вот делается такое переливание из этих специальных образовательных учреждений вот такие нормальные школы дети идут. так что там здесь приблизительно осталось еще 40% таких детей в специальных образовательных школах и где-то там 55, около 60% уже это инклюзия. Вот этот процесс идет дальше. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. Если вопросов нет, у меня самой есть вопрос к Лане, если можно. Лана, вы говорили о межкультурном проекте. В Словении, например, сделали межкультурную учебную программу, и она вам показалась достаточно интересной, а также школы с образованием, с обучением на двух языках. Расскажите, пожалуйста, побольше об этой модели и насколько она вообще эффективна. Спасибо, Анди. Да, этот пример из Словении работает следующим образом. И, кстати, мы также сравнили эту модель с другими моделями. Традиционно были школы для этнических меньшинств. Почему? Потому что нужно сохранить родной язык, историю, культуру и так далее. Конечно, что происходит на практике. Дети из одной этнической группы ходят в одну школу, а этническое большинство посещает другую школу. И бывает так, что в одном регионе национальное меньшинство составляет большинство. И очень часто дети из одной группы ничего не знают о культуре и языке, истории меньшинства, которые находятся совсем рядом. И нет общения между этими детьми. И это, конечно, не служит целям инклюзии. Когда мы исследовали этот вопрос, мы обнаружили, что даже гражданская активность детей из школ меньшинства гораздо ниже. То есть они становятся маргинальными гражданами. Но в Словении что хорошо, это одна школа. Обе группы учатся по одной учебной программе. И согласно этой программе они узнают о культуре другой группы. Также проводится обучение на славянском и на венгерском языке для обеих групп учеников. Это довольно эффективный способ сохранения культуры и в то же время содействия инклюзивности. Спасибо за такой воодушевляющий пример. Возможно, есть еще вопросы перед закрытием сессии. У меня есть еще раз может быть вопрос. Вот как раз о этом подходе. Что бы вы посоветовали для подготовки учителей именно чтобы реализовать мультилингистическое образование? Потому что, конечно, для учителей это особенный вызов преподавать на двух языках и переключаться. Вы могли бы поделиться опытом? Не уверена, могу ли я дать вам полную картину, но у нас есть положительный у нас есть кейс, которым можно поделиться. Я бы сказала так, не факт, что именно учитель преподает на двух языках. Чаще всего, или очень часто, есть два учителя. И, конечно, это серьезный вызов не только для Словении, для всего мира. Двуязычная среда, двуязычное обучение, это специфическая часть инклюзивности. Я бы хотел ну, безусловно, сложно обучать детей, учить детей, которые не понимают язык обучения, но признание ценности языка меньшинства или того языка, на котором разговаривает ребенок, даже если этот язык на этом языке не преподают, это очень важно для самоидентичности ребенка и для инклюзивности. В Словении, мне кажется, там есть обычно двое педагогов, которые обучают на том или ином языке, но вообще такое открытое признание языка, не только английского или французского языка, вообще любого языка, признание ценности любого языка, это очень важно для всех преподавателей. Спасибо большое, Лана. Есть еще вопросы? У нас осталось еще чуть-чуть времени. хорошо, тогда воспользуюсь возможностью, чтобы поблагодарить всех докладчиков за ваш опыт и за те результаты, которые вы нам представили сегодня. сегодня. Спасибо всем за участие, спасибо, что вы пришли, и спасибо за ваше участие в этой сессии. Для меня было большое удовольствие находиться здесь с вами. Я желаю вам всего наилучшего, и надеюсь вас скоро увидеть в ходе конференции в течение ближайших двух недель. Спасибо всем. И вам спасибо. Всего наилучшего. Доброго здоровья, любви и успехов в работе. Спасибо большое. Вам тоже, Сергей. Был рад познакомиться с вами. Так что приглашаем к сотрудничеству. Мы можем печатать ваши статьи, можем участвовать в общих проектах. Так что спасибо большое, что нас пригласили. Рады были видеть. Всего наилучшего. Всего наилучшего. До свидания. Спасибо всем. До свидания. Спасибо, Лана. Спасибо всем. Я закрываю.